За сотки боевики 18 раз обстреливали украинские позиции, в том числе из крупнокалиберных минометов. По сообщению штаба операции объединенных сил из-за вражеских обстрелов, один украинский солдат получил ранение. Подробнее из бывшей серой зоны Игорь Левенок. У них глаза в зеленке находятся, то бишь секреты. Эту операцию наши военные готовили тщательно несколько дней и выполнили за пару часов. Солдаты установили контроль над еще одним уголком украинской земли в Луганской области. Улица Вольная, а по-народному хутор Вольный. Это северо-западная окраина поселка Золотого. Население 80 человек. По нашим данным был, тут патрулювал противник и низ удары по нашим позициям. Операцию провели мы успешно, отработали ночью и уже на утро при обходе подверев на наше гасло «Слава Украине!» Люди, битвыковые, героям слава. Эта территория считалась серой зоной, но зачастую здесь господствовали боевики. Обстреливали украинские позиции прямо из огородов и дворов, которые покинули мирные жители. Здесь же и пьянствовали. Присутный русский мир на сигарках, на лодке СССР, на заполучках, я родом из СССР. Ночью украинские разведчики тихо зашли в населенный пункт. Боевиков в это время здесь не было. Армейцы укрепились и уже утром над местным магазином водрузили украинский флаг. Небольшая продуктовая лавка – единственное место на отдаленном хуторе, где можно купить продукты и товары первой необходимости. Электричества нет с начала войны. Холодильники запитаны от генератора. Сцены кусаются. Дай бог, может что наладится уже. На освобожденную территорию украинские военные привезли гуманитарную помощь. Продукты, медикаменты, игрушки для детей и даже модные аксессуары. О, ты дивы, какая сумка. Ты дивы. Теперь хутор Вольный находится за спинами наших солдат. Люди в надежде, мирная жизнь наконец-то должна наладиться. Это первый раз, говорю, спокойно спал. И будем сегодня узнаем у людей, что им кончено и необходимо. И будем все проблемы вырешивать. Из Луганской области Игорь Левинок, Андрей Костюк, Антон Чиженко. Подробности – телеканал «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова